Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Парли Пеменон или книги Хроник, книг летописей. И мы будем читать четвертую главу, и с первого стиха ниже мы находим здесь следующее поискование. И сделал медный жертвенник, двадцать локтей длина его, и двадцать локтей ширина его, и десять локтей вышина его, и сделал море литое, от края его до края его, десять локтей. Все круглое, вышиной в пять локтей, и Снурок в тридцать локтей обнимал его кругом, и литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон, на десять локтей окружали море кругом, два ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на двенадцати валах, три глядели к северу, три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку. И море на них сверху, зады же их были обращены внутрь, под него, толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до трех тысяч батов, и сделал десять омывальниц, и поставил пять по правую сторону, и пять по левую, чтобы омывать в них, приготовляемые ко всесаждению, омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. Здесь мы видим очень такие красивые конструкции, вот это море, значит, металлическое основание, металлические быки, туда заливалась вода, а оно вмещало до трех тысяч батов воды, и здесь делались омовения, и омывались жертвы. И были умывальницы пять по правую сторону, пять по левую, чтобы омывать в них, то есть сами священники омывались, а они омывали жертвы, и потом это все приносили во всесожжение пред Господом. Валы, которые держали это море, они символизируют собою труд, который обращен на служение Господу. Действительно, то служение, которое совершалось в храме, оно было тяжелым, физически тяжелым служением. Потому что они работали как бы бригадами по чередам, каждая группа священников имела свою череду. Мы это видим и в Евангелиях. Это был настоящий такой труд, но войти в этот труд могли люди чистые. Поэтому здесь были вот эти умывальники, и здесь было это море, чтобы и сами жертвы, которые приносятся, были чистыми. Что значит чистая жертва? Это значит, когда мы что-то посвящаем Богу, это что-то должно быть чистым. Например, нельзя там украсть деньги и часть денег отдать на храм. Нет. Только честно заработанное можно жертвовать на Дом Божий. Или, например, человек согрешил, и он хочет принести пожертвование как бы в искупление своего греха. В четвертой книге царей сказано, что пожертвования за грех на храм не принимались. Потому что все, что приносилось в храм, должно было быть чисто. Приношение за грехи мог принять священник, об этом говорится в четвертой царе, который соглашался вымаливать грехи человека, а жертвовать на храм – это было запрещено. Хотя мы имеем примеры, например, той же оптиной пустыни, которую построил раскаившийся разбойник, который дал и название этой обители. Мы имеем примеры, когда раскаившиеся люди, они начинают действовать в Доме Божьем, в храме Божьем. Но если люди, не оставляя свой порочный образ жизни, продолжают действовать в храме и не прибегают к омовениям, то есть к очищению через таинство своей души, здесь для них существует серьезная опасность. «И сделал десять золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме пять по правую сторону и пять по левую». Число десять указывает на заповеди Божьи, а закон Божий – это светильник для ноги нашей, как каждая из десяти заповедей Моисеева закона. Она указывает на нравственные стези. Первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом, вторая скрижаль – между человеком и человеком. «И сделал десять столов и поставил в храме пять по правую сторону и пять по левую, и сделал сто золотых чаш. И сделал священческий двор, и большой двор, и двери к двору, и вереи, их обложил медью. Море поставил на правой стороне, к юго-востоку, где омывать жертвы. И сделал храм тазы и лопатки, и чаши, и кадильницы, и все жертвенные сосуды. И кончил храм работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем. Два столба и две опояски венцов наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясков венцов, которые на голове столбов. И четыреста гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах, одно море и двенадцать валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор. Их сделал храм Авий, царю Соломону, для Дома Господня из полированной меди. Давайте посмотрим, какие есть объяснения по поводу этих двух столбов. Это опять комментарий Беды Достопочтенного. Хорошо, что нам сообщается, что в притворе поставлены были два медных столба удивительно изящной работы, а в притворе венцы, а наверху столбов сделаны наподобие лилий. Столбы стояли перед дверями храма, поскольку выдающиеся учители, то есть столбы церкви, о которых апостол говорит, Яков, Икифа и Иоанн, почитаемые столбами, являлись предтечами прихода нашего Искупителя, то есть эти столбы как бы указывали на грядущее укрепление в вере, являлись предтечами прихода нашего Искупителя и свидетельствовали о том, кто сказал, ясмь дверь, кто войдет мною, тот спасется. Яков, это брат Господа по плоти, первый патриарх Иерусалима, Кифа, это апостол Петр, тоже столб церкви, Иоанн, Иоанн Богослов, любимейший ученик Христа, который провозгласил в своем Евангелии догмат божества Христа Иисуса, тоже столб церкви. Один из них стоял справа от входа, другой слева, «Ибо они предвещали народу Израиля, тогда пылавшему верой и любовью, будущее воплощение их Спасителя. Они же возвещали язычникам, все еще взиравшим на север и пребывавшим в оцепенении от холода без верия, что двери этой предстоит распахнуться, дабы открыть путь Спасителю». То обстоятельство, что мастер изготовил венцы на столбах, наподобие лилии, означает, что все труды проповеди Иакова, Кифа Петра, Иоанна Богослова «Отозывались сиянием вечного блаженства, дав обетование, что слушающие проповедь узрют славу Его, то есть Христа. Тот, кто был Богом, прежде начала века, стал человеком в конце времен, дабы подобно цветку лилии иметь позолоту внутри и выглядеть белым снаружи, ибо что иное обозначает блеск золота в окружении белизны, как несияние божественности в человечестве». Христос был истинный Бога-человек. Сначала Он явил превосходность человеческой природы, об этом больше пишут три первых евангелиста, «через добродетели, затем, после смерти, Он облег ее в белоснежное сияние нетления», то есть человеческую природу. И, как святы отцы пишут, три Евангелия больше говорят о Христе как о человеке, как о царе, как о мессии, а вот четвертая Евангелие поразглашает божество Христа Иисуса со всей откровенностью, со всей открытостью. Поэтому вот эти столпы, о которых мы читаем, это имеется в виду столпы веры, и вот эти два огромных столпа, украшенных, они указывали на то, что придут такие люди в мир и будут проповедовать Христа. Наличие именно двух столбов может быть обусловлено тем, что существует как бы два народа в момент начала проповеди Христа, это народ Божий и весь остальной народ человечества как целого, то есть языческие народы, ибо столпы веры проповедовали и иудеям, а потом обратились и к язычникам. В окрестности Иордана вливал их царь, то есть, вообщем-то, вдали от храма, в глинистой земле между Сакхофом и Цередою, но и апостолы тоже крестились в Иордане, сначала вот Иоанна Крестителя, потом они стали учениками Христа, и сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для Дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы – предложение, и светильники, и лампады их, чтобы выжигать их по уставу пред Давиром, Давир – это святая святых, это то, что было за завистью, из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота. Чистое золото – это без всяких примесей. Как и подлинная святость, она не допускает никаких примесей, то есть никаких брожений. И ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, то есть отборного, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Только двери с улицы, они обделывались медью, а все, что касалось Дебира, святаго святых, здесь только золото. Субтитры создавал DimaTorzok